Ну что, хорошие новости. Помните Юру? Всё-таки решил, он на свой объект покупает у нас террасную доску, да? Берём. Смотри. На одно, я даже доплачиваю теперь, Володе, Валдемар. Он, он... В Владвии это Валдемарс, ну... Сейчас Эстония зайдёт сюда. На Эстонию Наталин ещё уйдёт сегодня сотка квадратов. Прикинь, ты выбрал именно нашу доску, расскажи мне. Это супер качество. В прошлый раз я попробовал, кстати, клип очень хорошо зашёл. Мне позвонили человек пять с трёх стран, говорят, давай. Мы решили с Володей продолжить. Это вторая часть Моргезонского балета. Так. Вот, поэтому сейчас мы составляем предложение. И, возможно, поедем в Норвегию и в Испанию делать вот такую... Давай я тебе покажу новую фишку. Я хочу, чтобы ты её увидел и первые твои эмоции. Вот именно твоя... Это я сразу увидел, что это... Мне нравится не просто делать какие-то террасы, а вот что-то такое эксклюзивное. Это совершенно другие маленькие шахматы. Кстати, здесь можно в шахматы сыграть. Володя закончил, сыграем с тобой партеечку. Так, вот так косичка такая выглядит. Ну как эмоции? Вообще супер. Я практически выписывался от удовольствия. Мне бы хотелось, чтобы ты к чему-то придрался, а не сказал, что это супер. Я уже предупредил. Вы так медленно работаете, я не знаю, давно уже должно быть. Ну чуть-чуть, ночью остались, как фонарь на лоб поставили, сделали как... Не знаю, уже скоро-скоро, уже у нас выставка, а здесь ничего не сделано. Только пыль, я имею в виду здесь. Давайте, ребята, соберитесь, пожалуйста. Соберитесь, нас ждут великие дела. Да, кстати, это... Я думаю, что более дорогостоящая, да? Что-что, пыль? Пыль более дорогая. Я думаю, что... Понятно, за что я его люблю? Я просто обожаю его. Плюсов, что на самом деле он не гонит. О чем мы про Норвегию поговорим за кадром, это потом. Сейчас, Юр, из минусов. Видишь минусы? Они правда есть. Честно, у меня просто глаза бросаются именно вот в этот узор, который мне нравится. Мне нравится, я когда-то делаю орехи, орехи вы полы паркетные, да? И мне вот этот вот эксклюзив, он сразу к себе притягивает внимание, что я даже не готов какие-то минусы обсуждать, я только готов обсуждать плюсы, что это действительно вкус, это интересно, да? Все эти террасы, которые сделаны, да? Но когда друзья будут приходить, они сразу будут обращать внимание, они на то, где будут смотреть, будут смотреть на террасу. Так вот я своему другу поставил маленькую садовую будочку, да? Сделал эксклюзивные какие-то там наличники вокруг двери, поставил уголки, и теперь все его друзья приходят, смотрят, какая красивая маленькая будочка на доме, кто не смотрит, спрашивает, кто это сделал. Потом как-то мы, может, с Володей поедем и покажем эту будочку, как она стоит, насколько можно маленький садовый домик метр на метр сделать красиво, чтобы все друзья приходили и хлопали в воду. Да, здесь есть... Публика неистовствовала! Здесь есть минусы. Смотри, когда будет дождь, лед. Это экспозиция для выставки. Она тут не предусмотрена. Но мы должны будем там что делать? Мы должны будем там в эти щели отвод воды делать. И вот здесь сейчас не сделано, видишь? Мы возьмем фрезу, и ровно вот по этим щелочкам потом будем фрезеровать дополнительно. Это важно. Потому что... Ты имеешь в виду про термические расширения, которые меняют, когда с кому-то подведется? Это как само собой. Но они тут не так страшны, потому что термо... Все на это надеются. А я имею в виду, что когда залил ее водой, сверху снег и морозец, и он начинает ее двигаться. А куда вода будет уходить? Я имел в виду термическое расширение. Это процесс замерзания-размерзания. Термические расширения могут быть как минусовые, так и плюсовые. Согласен. И один из... На прошлом ролике, один из каких-то неандертальцев начал нам... грубить там что-то. Я ему отвечал. Но суть того, что он спрашивал, попадает, когда вода не разрывает ей. Ага. Эту досочку. Я ему сказал, что вода, когда попадает, попадает на бетонеры и камень. Конечно. живая. Поэтому, если вы хотите, я даже не знаю, с какого материала вам надо сделать такую террасу, чтобы... Нет, и предусмотреть должен выход воды, чтобы вода не оставалась. Не должно выйти. Чтобы я правильно сказал, немного интеллекта, и тогда все это происходит. На самом деле, Цена знает, что у меня есть мысли, у Андрюхи есть мысли, у этого чувачка есть опыт. Помнишь, я говорил, что мы с ним 20 лет назад открывали что-то похожее совместно в Бельгии. Да, но у меня уже опыт 25 лет, я с 2000 года занимаюсь строительством, да, и постоянно учусь, совершенствуюсь. Он сейчас свои проекты, да, продвигает в Норвегии, Испании, да, и мы сейчас свои проекты. И здесь, опять же, я говорю, есть шикарный концепт, и у меня чуйка, что он стрельнет, понимаешь? Я полностью согласен, и особенно что-то такое, вот, ну, не просто... Никто не делает ничего подобного. Никто не делает, я точно, просто я сразу увидел, и просто аплодисменты, был выключен телефон, и я ходил минут 20, наверное, аплодировал. Публика неистовала. Друзья, обязательно посетите на выставке, приходите к нам, кто это хочет, мы сделаем. Это не дешево, но... А это дешево? Дешево? Дешево. В сравнении с чем? У него дешево, у меня немного дороже. Если у вас деньги, да, звоните мне. Физическая сила и немного интеллекта в вашем распоряжении. Тут же мы приезжаем. Вы еще не звонили? Звоните прямо сейчас, сразу. Вылетаем, приезжаем, обсчитываем. Понимаете, почему он на выставке должен быть со мной? Или не понимаете? Чувство юмора вам обеспечено. Если вы хотите получить удовольствие, мы вам подарим улыбку, помимо того, что вы получите знание, как это делается, почему, зачем. Улыбка вам гарантирована. Если у вас деньги, едьте к нам. На самом деле, он не балабол, а за ним, у него за плечами есть чем гордиться. И здесь мы сейчас как бы поконтенимся, поприкалываемся, но потом будем о серьезном. И здесь есть мысли, правда же? Конечно. Есть очень много мыслей. Мы сделаем проект на ваш дом, мы сразу можем сделать визуализацию, если вы хотите, но это за отдельные деньги. Поэтому вы приходите на выставку, мы познакомимся, поговорим. Я достану костюмчик со шкафа, он уже запылился, я его отряхнул. Я буду в робе, он будет в костюме, я буду в робе. Я сниму рабоче-христианскую робу, повешившую на гвоздик ее. Юрий Аслан, теперь серьезно. Он просто на морозе. Я не умею серьезно, извините, пожалуйста. Чувство юмора вызывает улыбку, мне нравится людям дарить улыбку и хорошую работу. И когда хорошо сделано, я только тогда получаю удовольствие от этой работы. Сейчас технически кое-что поточим с ним вместе, чтобы на той же самой выставке, а на выставке придут же не просто, дяди и тети. Там придут наши конкуренты, там придут матерые строители, и с ними ты уже не попрекалываешься с этими кислотными парнями. Там уже надо будет жесткий разговор вести. Мы можем и жестко разговаривать, если надо, с этими конкурентами. Мы всех сделаем, мы сильные. Вот. Вот какой у нас задор, ребятушки. Так что до выставки осталось немножко. Обязательно вас ждем. Во-первых, попрекалываемся, повеселимся. Сезон строительный еще не начался, поэтому можем себе позволить расслабиться немножко, да? Ребята, вы просто получаете завод, материал прямо с завода. У вас нету никаких посредников, мы сами работаем, да? Мы сами посредники. Сами, да. Мы за счет интеллекта и знаний, мы применяем свои знания уже. За счет опыта. Опыт, знания, да, мы применяем, придумываем что-то. Мы хотим какой-то новый продукт, не просто что-то делать, а что-то эксклюзивное, интересное, продуманное. Короче, если Юрий зашло, тогда я на правильном пути и 100% все порханет. Потому что, знаешь, самое обломное, что ты заплатил за место, пришел, стоишь, а кто-то приходит, что-то давно. из-за того, что ты может, вот я бы поставил коричневый цвет, да, и он бы не зашел. Но вот, когда ты собираешь, вызвал еще коллегу, он говорит, делаем, 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 100% делаем. Он говорит, давай еще потом презентационный это закинем в Норвегию, да? В Норвегию, в Испанию, в Аликанте, я думаю, что... Ну, идею поняли. Если его бомбит, если меня бомбит, значит, все окей. Потому что, до сих пор, им, а это просто кусок деревяшки. Но ты понимаешь, что ее собрать, разобрать, вот как мы собираем, пропустили один маленький нюансик, опять ее разбираем, опять собираем, опять долбим, пилим, и все это называется совершенство. Пока мы ее отточим идеально, потому что основная идея, я говорил, основная идея здесь ее собрать и экспортировать уже готовую. То есть, собрали, клиенту сфоткали, видео послали, видеоинструкция, как мы ее разбираем, как ее собрать обратно и отсылаем в Норвегию. И Норвег может, например, без нашего участия все это сделать, собрать. А может просто нас вызвать, он Юра или я, кто-то прыгнем, шурпи-уэрд, здорово будет. Специально обученные люди. И соберем, понимаешь? То есть, идея такая, вот этот паренек мне говорит, не ссы, прорвемся, а я уже сколько лет знаю. Если он сказал, значит, это придает мне... За границу нам поможет, господа присажные заседатели, лед тронулся. Остап Вендер с вами. Ну вот так мы, короче, поприкалывались сегодня. Но далеко не ушли. Вот в следующем ролике мы уже покажем финиш, готовый продукт. Все, пока. Юра, скажи пока. Спасибо, пока.